Мастер оф Орайон Мастер оф Орайон положила начало целому множеству новых народов, с тем, чтобы наблюдать за их развитием откуда-то явно издалека. Сами орионцы давно исчезли, а вот созданные ими народы стали активно заниматься установлением своего господства в галактике. Всего их доступно шесть, и отличаются они, во-первых, особым свойством, которое указано здесь же текстом на планшете, и стартовыми ресурсами. Выбираем, допустим, мы выбрали дарлоков, размещаем их прямо перед собой, и получаем все кубики выбранного нами цвета. Цвет никак не связан с расой, цвет кубиков можно выбрать любой. По одному из этих кубиков нужно разместить на стартовых значениях ресурсов, они обозначены кругом, и один из кубиков нужно положить на значение 10 трека лояльности. Планшеты эти двухсторонние, и на обратной стороне вы можете обнаружить цивилизацию людей. Если вы играете в Master of Orion в первый раз, то советуем всем игрокам выбрать именно эту расу. И также советую в первой партии не использовать карты советников. Но мы с вами уже взрослые, и будем играть по полным правилам. После того, как все игроки определились с выбором своих цивилизаций, необходимо разместить жетон раунда на первое деление, и по одному кубику от каждого игрока на значение 0 счетчика победных очков. Остальные кубики пока остаются у игроков, и формируют так называемый резерв игрока. Перемешаем карты советников, и 5 случайных выложим в открытую. Остальные можно убрать в коробку, в этой игре они нам не понадобятся. Определите первого игрока, и выдайте ему вот такой специальный жетон. После чего нужно перемешать специальную колоду сооружений, и выдать каждому игроку на руку по 5 карт. Если вдруг по какой-то причине карты вас не устраивают, один раз можно сбросить любое их количество, и набрать из колоды столько же. Любая карта строений в игре Master of Orion имеет свое название, а также относится к определенному цвету. На карточке также изображен символ цвета для игроков, которые не различают цвета. В правом верхнем углу карты обозначены ресурсы, которые будет приносить это строение после добавления в систему игрока. Здесь обозначена стоимость строительства данной карты. Чуть ниже время срабатывания эффекта карты, игровой эффект, победные очки, эффект эксплуатации карты, а также на некоторых картах имеется ячейка для кубика. Целью для игрока в Master of Orion, говоря языком игровой механики, будет набрать наибольшее количество победных очков. Получаемые в процессе очки игрок отмечает передвижением своего кубика на специальном счетчике. Игра может длиться максимум 8 раундов, но может закончиться и раньше при наступлении определенных условий. Каждый отдельный раунд проходит в несколько этапов. Сейчас мы коротко пройдемся по всем этапам, а потом остановимся на каждом подробно. Так что не спеши спрашивать меня в комментариях, почему я взял 4 кубика, а не к примеру 5 или 3. Скоро все станет ясно. В начале раунда игроки получают ресурсы, указанные в верхней части их карт. Затем определяют уровень мобилизации, иначе говоря получают кубики, которые затем будут тратить на совершение действий. А также срабатывают эффекты карт, обозначенные текстом в начале раунда. Затем наступает основной этап игры, в котором все игроки, начиная с первого, выполняют свои действия, пока у них есть кубики действий. И в конце каждого раунда проверяются условия конца игры, происходит сброс лишних карт и возврат кубиков в резерв, и передается жетон первого игрока. Теперь обо всем подробно и по порядку. Предположим, что у нас уже идет не первый раунд игры, естественно в начале первого раунда у игрока никаких сооружений построено быть не может, а на данный момент у игрока уже есть несколько систем и в них несколько сооружений. Дело в том, что все построенные сооружения группируются в системы, которых у игрока не может быть более четырех, а в каждой системе может находиться не более пяти карт. На данный момент у нас построено три системы, в первой и второй по два сооружения и в третьей всего одно. Карты в системе выкладываются стопкой, то есть вот таким образом, что нижние карты выглядывают только краем с обозначением цвета и приносимых ресурсов. В начале игры, естественно, ни у кого систем нет, но как только вы строите свое первое сооружение, оно становится первой картой в вашей первой системе. В дальнейшем вы можете выбирать, открывать ли новой картой очередную систему или продолжить строить в тех, которые у вас уже имеются. И в начале раунда все игроки получают ресурсы, изображенные в верхней части на их картах, построенных в системах. В данном случае мы производим два продовольствия, которые обозначены вот таким символом листочка. Перемещаем кубик на соответствующем треке на два деления вперед. Производим также один флот, отмечаем на планшете и одно производство. Обратите внимание, что треки ресурсов как бы поделены на три поля. И чтобы определить ваш уровень мобилизации, нужно посмотреть, где находится на данный момент ваш самый правый кубик. И в зависимости от этого получить указанный эффект. Всего уровни мобилизации три. Это высокий, средний и низкий. При высоком уровне игрок получает пять кубиков действий и снижает лояльность на один. То есть если бы вот этот кубик у нас находился, например, на семерке, мы бы получили пять кубиков и снизили бы лояльность. Доступные кубики действий размещаются в соответствующем поле. При среднем уровне мобилизации, то есть когда у вас нет кубиков в правой зоне, ну хотя бы один есть в средней, вы получите четыре кубика действия. Здесь все это обозначено. И при низком уровне мобилизации, то есть когда нет ни одного кубика в средней зоне, все они находятся где-то вот здесь, мы получаем три кубика действий. Берем одну карту строений сверху колоды. И также растет наша лояльность. Ну представь, сидишь ты такой в своем скучном космическом офисе, и вдруг такие новости. Обязательные работы на постройке Звезды Смерти отменили, и еще наши ученые изобрели какой-то там купол наслаждений. А еще нам обещали шестичасовой рабочий день. Ну как не любить такую космическую сверхдержаву? Теперь обратите внимание на свои рабочие карты, то есть те, которые лежат у нас сверху стопок систем, а конкретно на те, где написано в начале раунда. И начиная с первого игрока, нужно получить все указанные на таких картах эффекты. И если их несколько от таких карт, то порядок получения остается на усмотрение игрока. Ну в данном случае эффект у нас такой один, это эффект боевой станции, который говорит нам о том, что если у игрока меньше флотов, чем у каждого соперника, то он получает один кубик. В данном случае флотов у нас два, то есть если у всех остальных два или больше, то игрок берет себе еще один дополнительно кубик действий. Пришла пора перейти к активной фазе, фазе действий, в которой игроки, начиная с первого, выполняют по одному действию, выставляя кубик в соответствующую область и получая ее эффект. И передают ход соседу слева. И так до тех пор, пока игроки не потратят все свои доступные кубики действий. Пропускать ходы нельзя, и если у кого-то кубики заканчиваются, а у остальных еще нет, то этот игрок пасует, и остальные продолжают доигрывать раунд без его участия. Итак, у игрока есть следующие варианты действий, которые вы видите сейчас сбоку экрана, и также они обозначены на планшете игрока. Давайте по порядку рассмотрим каждое из них. Это строительство, эксплуатация, исследование, торговля, пропаганда и сделка. Всегда, когда вы намереваетесь совершить какое-то действие, вы сперва кладете кубик в соответствующую область на планшете, и после этого выполняете действия. Действием строительства можно построить карту с руки. Для этого мне сперва нужно оплатить ее стоимость, после чего поместить в одну из своих систем, или начать новую систему. Например, если я хочу построить биосферы, мне сперва нужно потратить 4 продовольствия, предположим, они у меня есть, и выбрать, куда я буду размещать эту карту. Либо я буду открывать новую систему, либо добавлю к уже имеющимся. Обратите также внимание, что некоторые эффекты могут давать скидку на новые постройки, а некоторые сооружения нельзя строить, если лояльность вашей цивилизации ниже 6. Символы, которые мы видим в поле действия эксплуатации, говорят нам о том, что мы можем сбросить одну карту с руки и получить эффект, указанный в ее левом нижнем углу. Эффект зависит от цвета карты. Синие, например, приносят продовольствие, красный флот, желтые производство и серые новые карты. Причем вы набираете 4, и одну из них на выбор нужно обязательно сбросить. Действие исследования, это, иначе говоря, добор новых карт в руку. Выполняя это действие, возьмите 2 карты сверху колоды, но помните о том, что предел руки на конец раунда 5 карт. То есть в течение раунда вы можете иметь на руке 5 и более карт, но на третьем этапе все лишние карты вы сбросите. Кстати, если вдруг эта колода закончилась, то есть вся ушла в сброс, то нужно сделать следующее. Заберите из сброса все карты, кроме верхней, перемешайте их и верните колоду на прежнее место. Одно из доступных игроку действий не указано на его игровом планшете. Оно указано непосредственно на картах. Это действие активация. Вы можете активировать вашу рабочую карту, чтобы применить ее игровой эффект. Если на ней есть специальный значок. Активируя карту, вы кладете кубик действия на ячейку на этой карте и затем выполняете указанный в ее тексте эффект. Нельзя активировать карту, если в ее ячейке уже лежит такой кубик, а некоторые карты нельзя активировать, если лояльность вашей цивилизации ниже 6. На некоторых картах может стоять также дополнительно стоимость применения эффекта. Она обведена вот такой рамкой, а стрелка указывает на сам эффект. В таком случае вы должны сначала заплатить дополнительную стоимость и только после этого применять эффект карты. Буква А в ячейке указывает на то, что кубик на такую карту кладется при ее активации. Обычно это кубик действия, потраченное на активацию. А буква Р говорит о том, что кубик на такую карту кладется из резерва после совершения другого действия. Можно сказать автоматически. То есть игрок свой кубик и ход на это не тратит. Как правило, такие эффекты применяются после атаки. Например, центр управления инопланетным населением после того, как игрок совершает атаку на другого игрока, он может положить на эту карту кубик из резерва, да, то есть не из своих основных кубиков, чтобы построить карту с руки. Эта ячейка говорит о том, что если она занята, то есть она как бы одноразовая, если в ход игрок уже совершал атаку, он занимает эту ячейку и второй раз воспользоваться эффектом этой карты не может. В случае нападения на другого игрока, то есть совершая действие атака, кубик вы ставите в область на планшете атакованного игрока. Дело в том, что маркер помогает запомнить, кого вы атаковали, а кого нет, поскольку каждого соперника можно атаковать определенное число раз за раунд. Это зависит от числа игроков, участвующих в игре. Вы можете атаковать соперника, только если у вас больше флотов или столько же, и если вам хватает флотов для оплаты такого нападения. Обычно это два флота, но некоторые карты могут менять стоимость атаки. Например, если я, играя за дарлоков, хочу атаковать маршанов, у меня должно быть 4 или более флотов. Я трачу за это действие два флота, выставляю кубик в зону атаки на планшете маршанов и получаю за это действие два победных очка. Маршаны теряют одну лояльность. Торговля — это, по сути, обмен ресурсов по курсу, указанному здесь же на планшете. Например, выставив, то есть активировав действие торговли, я могу поменять 3 продовольствия на 1 производство. Или же 3 продовольствия можно поменять на 2 флота. Или же 2 флота можно поменять на 1 производство. Здесь стрелками все обозначено. Ограничение в том, что ресурсы можно обменивать только один раз и в строго указанном количестве. То есть я не могу поменять сразу 6 продовольствия, даже если бы оно у меня было, на два производства одним действием. Также имейте в виду, что больше девяти значения ресурсов не может быть в этой игре. Все, что свыше девяти, у вас попросту пропадет при обмене или при любом получении ресурсов. Пропагандой можно один раз за раунд. Обратите внимание, здесь нарисована соответствующая ячейка, в которую нельзя выставлять кубик, если эта ячейка уже занята. И это действие увеличивает лояльность вашей цивилизации на три. А действие сделка позволяет вам нанять советника. Нужно сбросить три карты с руки и взять любого советника с середины стола, выложить его прямо перед собой. Теперь это ваш советник, его особенность написана здесь же на карте. Больше одного советника у вас быть не может. Однако их можно менять, опять же, выполняя действие сделка. Вы берете нового советника, старый при этом возвращается обратно в центр стола. Это все, что касается основных действий игроков, которые они могут совершать на втором этапе раунда. Напомню, что этот второй этап заканчивается после того, как все игроки потратили доступные кубики действий. И раунд переходит также к весьма важному этапу, на котором проверяются условия конца партии, возврат кубиков, сброс лишних карт и сменяется первый игрок. Конец игры наступает, если выполняется хотя бы одно из условий. Например, если закончился восьмой раунд игры. Хотя бы у одного игрока лояльность равна или меньше нуля. И хотя бы у одного игрока есть по пять карт в каждой из четырех систем. После проверки этих условий, если они не выполнены, игроки сбрасывают карты с руки так, чтобы их осталось не больше пяти. И возвращают в резерв кубики со своих карт и планшета. Маркер игрок передает соседу слева. Все, можно начинать следующий раунд или же перейти к определению победителя. Если хотя бы одно из тех условий, которые я недавно сказал, выполняются. К очкам, которые вы набрали в ходе партии, добавляется ваша текущая лояльность. И сумма очков на всех сооружениях в ваших системах. То есть берем вот так вот каждую систему, смотрим. И если там цифра нарисована вот в этом вот в правом нижнем углу карты, начисляем все эти очки на счетчике. Если на карточке изображен знак вопроса, это значит, что данная карта приносит очки при выполнении определенного условия. Вот, например, Космическая Академия. В конце игры получите одно победное очко за каждую вашу карту, которая приносит флот. Соответственно, ищем карты с флотом. Это раз, два и три. И еще три победных очка принесет нам Космическая Академия. Считаются все карты в системах, независимо от того, рабочие они или нет. Игрок, набравший наибольшую сумму, объявляется победителем. Мастер оф Орайан понравится любителям научной фантастики и космических стратегий. Каждый ход здесь нужно принимать очень взвешенные и разноплановые решения. При всем при этом у игры довольно невысокий порог вхождения, так что ее можно смело рекомендовать даже новичкам. Еще в виде прототипа под именем Кеплер игра заслуженно стала лучшей в конкурсе разработчиков на Игроконе 2015. И на сегодняшний день является настоящей гордостью российского геймдизайна. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал Board Games Video и ставьте лайк, если вам все было понятно. Ну а если возникнут какие-либо вопросы по правилам, смело задавайте их в комментариях. Всем пока!